Самая жесткая для меня тема это тема ностальгии, гейминга прошлого, ретро и так далее. Я слишком обожаю старое произведение прошлого и играя в новые игры, я каждый раз понимаю, что здесь что-то не то. Но в чем заключается проблема и есть ли она на самом деле? И здесь мы пройдемся по многим пунктам, включая и ностальгию, и переходы в поколениях, качество игр и всего, что только можно себе представить. И постараемся ответить на вопрос, а современный гейминг плох или он все-таки нормальный? И дело здесь заключается только в ностальгии. Мы не будем говорить за каждую консоль, но начнем с эры 16-битных платформ. Для чего нам вообще уходить в эту эру? Исключительно для того, чтобы вы стали понимать ценность эксклюзивов. Современные эксклюзивные произведения сложно таковыми назвать, потому что их эксклюзивность такая условная, и ты понимаешь, что если не сегодня выйдет бог войны на комп, то это произойдет завтра. Мы больше не акцентируем никакого внимания на эксклюзивы, и может быть они не так важны, здесь каждый в наше время решает сам. Но если мы говорим даже за эру Мегадрайва и Супер Нинтендо, то там эксклюзивные произведения были настолько востребованы, что ты до последнего не понимал, а какую консоль тебе купить. Вот был Марио, это икона игровой серии Нинтендо, которая полюбилась многим, и которая уже тогда стала культовым произведением. Все были в восторге от водопроводчика, и казалось бы, а зачем рассматривать что-то другое, если у нас имеется Нинтендо уже с неплохой историей? Но тут очень активно начинает набирать популярность Мегадрайв, который предложил свой ответ Соник, и этот синий еж стал мега популярным в короткий срок. Соника обсуждали везде, и согласитесь, что теперь выбрать игровую систему становится сложнее, но у Нинтендо существует же Зельда, такая же игруля, как и Марио по культовости. Вот теперь как будто игровую систему становится выбрать легче, но это только на первый взгляд, ибо Сега умела конкурировать в этом поколении, хотя и перестарались они, конечно, со своими аддонами а-ля 32X, но в плане контента по играм тут никогда не было никаких проблем. Оазис — это ответ на Зельду, причем игруля также имеет и собственный стиль. Получается, что эксклюзивные произведения и ответы на популярные игры конкурента — это неотъемлемая часть ведения игровой политики, и в чем заключается прикол. Если бы Сега выпустила такие себе ответы на главный экзот большой N, то у Сеги ничего бы не вышло, но их произведения по качеству — это снохшибательные игры, которые полностью поражали тебя. Я хочу сказать, что серия игр по Сонику того времени ничем не уступала Марио, а по своей динамике даже превосходила его. А что мы имеем сейчас? God of War — потрясающий эксклюзив от Сони, который мог бы стать лучше, но лучше не стал. У Xbox нет никакого ответа на данный мощный эксклюзивный проект. The Last of Us. Точно такая же история, где Xbox нечем ответить на одни из нас. И кто-то скажет, что это даже хорошо, но вспоминая первую часть, не вторую, а именно первую, я с уверенностью вам скажу, что это был настоящий шедевр, с крутейшей историей. И у Ящика не было таких игр, точно так же, как и у Сони нет ответа на Gears of War. Я считаю, что отвечать на эксклюзивы другой кампании — это отличный способ проявить своих разработчиков в новом жанре, или совершенно с другой стороны посмотреть на все это. При этом важно, чтобы твое произведение было не просто на уровне, а в каких-то моментах превосходило конкурента. Это сделать несложно, потому что выходит опять же бог войны. Мы смотрим на боевую систему, ознакомливаясь с ней. Что не устраивает геймерам, там и делаем свой ответ с учетом всех пожеланий. Не воровать идеи, а усовершенствовать их, заимствуя при этом жанр. Эксклюзивы на самом деле сыграли огромную роль в выборе игровой платформы. Из-за конкуренции, которая была раньше, люди придумывали столько культовых персонажей. Но важна ли так эксклюзивность, как смена поколения? Запомните картинку, которую я сейчас вам показываю. Это привычная 16-битная графика, которая так полюбилась олдфагом. Но что происходит со сменой поколения? Хоп, и мы уже играем на PlayStation. Посмотрите, как сильно чувствуется переход не только в графике персонажей, но еще и в измерении, где мы полностью отошли от двухмерных игр и стали продвигать 3D. Да, но можно сказать убогое, но просто поверьте мне, что когда я после Sega Mega Drive перешел на первую плойку, это было настолько незабываемо, завораживающе, и ты сразу же понимал, что новая эра наступила здесь и сейчас. Такой картинки никогда твои глаза не видели. Это было что-то на неземном языке, где ты автоматически понимал, что Mega Drive это реально прошлое, а нынешнее время предлагает тебе полностью другое. Да, были игры условные с видом сверху, но по качеству графики они полностью уделывают Mega Drive, даже задумываться над этим не стоит. Но какое главное преимущество любых игровых систем ранее? Вы будете в шоке, потому что это диски за копейки с рынка или чиповка игровой системы. Пиратство, взломы. Нынешнее поколение не может тебе предложить того, что раньше воспринималось как обычные вещи. Купить игру за доллар, это звучит сегодня как настоящее безумие. И только Nintendo Switch из современных игровых систем может похвастаться прошивкой и отсылкой нас на много лет назад. Но у современных игровых систем хватает проблем, связанных не только с взломом и фактически бесплатными играми. PlayStation чем была хороша? Тем, что она была популярна, и большинство людей познакомилось с 3D-графикой именно благодаря первой PlayStation, а не 3DO или ПК. Плойка дарила тебе те эмоции, которые ты не испытывал ранее. Это уникальный гейминг-нексген качества. Хоть и во многих произведениях была отвратительная камера, но зато мы получали картинку. И я не говорю о том, что PS1 или Mega Drive, SNES и так далее это самые лучшие игровые системы. Я здесь больше говорю о возможностях и о переходах, которые мы больше никогда не сможем испытать в том объеме, потому что игровая индустрия стала совершенно другой. Но плойка была хороша именно графикой, которую люди ранее не видели, и огромным количеством высококачественных произведений. Crash Bandicoot это классика и ответ Сиги и Нинтендо на их произведения, которые названы были ранее. То есть Sony подготовились к тому и прекрасно понимала, с кем они будут конкурировать, и какие игры нужны вообще, чтобы хоть немного составлять конкуренцию. И вот мы снова пришли к эксклюзивности. Она очень важна на самом деле, потому что люди, которые сыграли в Bandicoot, понимали, что перед нами игруля, которой нет на Сиги Сатурн. Это конкурент в том же поколении. Но нечем Сиги даже ответить на собственный аналог. То есть компании друг друга пытались сожрать, и это чувствовалось. Ты ощущал соперничество между тремя японскими гигантами. Стоимость за консоль была по 300 баксов, сейчас она 500. Да, инфляция и так далее, но при этом все равно как будто было доступнее. Но это же эра только пятого поколения. На этом мы ни в коем случае не останавливаемся. Игры для PlayStation 4 или 5 ты сможешь купить по очень низким ценам. Множество положительных отзывов, а также ежемесячные конкурсы, в которых вы можете выиграть видеоигры или геймпады. А еще купить игру достаточно просто, ведь в нашей группе ВКонтакте есть кнопка «Сделать заказ». PlayStation 2 или шестое поколение игровых систем. Дам вам две картинки с графикой первой PlayStation и второй. Вы представляете, какой огромный разрыв между этими консолями? Я когда увидел PS2 и сыграл в нее после PS1, это были примерно такие же ощущения, как я переходил с мегадрайва на единицу. Что-то неземное и графон на уровне фильмов. Понимаете? Мы снова перешли на новое поколение. При этом тащим за собой плюсы из прошлого. Это невероятное ощущение от перехода. Да, там такой себе FPS и все прелести мы, конечно же, получали в играх на консолях. Но даже во времена PlayStation 2 лично я никакого внимания не обращал на FPS и не понимал, когда его значение идет вниз. Получается, что отсутствие большого игрового опыта, хотя и на тот момент я уже играл около 10 лет, все равно этого было мало, чтобы что-то такое заподозрить. Ты просто не понимал, что такое FPS вообще, ибо о нем никто даже не говорил. У нас также здесь пачка новых эксклюзивных произведений, которые разваливали всех конкурентов. Ну а у нас в Эре PS2 присутствует самое первое мое наблюдение и новый плюс, который уничтожает современные игровые системы наших дней. Огромное количество игр. На PlayStation 2 вышло аж 5 частей GTA. При этом они выходили практически каждый год. Вы можете сказать, что это вообще каким-то конвейером пахнет. При этом отличия между этими играми были огромными. Это тебе и новые города, новые возможности. И все не ограничивается только GTA. Достаточно вспомнить серию «Принц Перси», где также у нас большое улучшение произведения происходило всякий раз, когда выходила новая часть. А «Принц» штамповался каждый год, при этом развитие было нереальным. И все восхищаются старыми частями вселенной «Принц Перси». Это происходит не просто так. Потому что Юбикам, как и многим компаниям, удавалось за короткий срок создавать настоящие шедевры. Почему? Раньше игры действительно делались быстрее, каждая новая вещь произведения являлась мега-инновационной. А сейчас что мы имеем? GTA 5, которой уже 10 лет, неизвестно когда, выйдет следующая часть. А на второй плойке я напомню вам еще раз их 5 штук. Сократилось количество контента в 10 раз. Это можно объяснить тем, что сейчас на производство игры уходит куда больше времени. Само прохождение стало гораздо прям дольше. Множество побочных заданий и так далее. Если в GTA побочке всегда было предостаточно, то взять хотя бы бог войны со второй плойки. Игра чисто представляет собой монорез, где ты не можешь свернуть ни влево, ни вправо, и тупо бежишь вперед всю игру попутно, уничтожая врагов Кратоса и достигая тех целей, которые главный герой поставил перед собой. И каково же было мое удивление, когда в боге войны для PS4 появился открытый мир. Игра впитала в себя новые возможности, она постаралась поменяться. Главный герой стал не таким подвижным, но зато здоровенным. По канонам современных произведений, хорошо ли это? Ну, если учесть тот факт, что по плавности главного героя Кратоса, он жесть как похож на ГГ из Devil May Cry. Тот тоже мог прыгать выше себя в 15 раз. И получается, что игры с они по себе поменялись. И сейчас просто стало сложно угодить. А вот во времена второй плойки выпусти все, что угодно. Добавь туда индивидуальности. Сделай пару деталей, и люди будут обсуждать твое произведение годами. Так что я уже заранее отвечу на вопрос, а что происходит с игровой индустрией. А с ней ничего не происходит. Она не стала стагнировать или что-то еще, потому что существуют разные компании. Уверен, что пачками даже в то время выходили отстойные произведения. Да только мы их уже практически не помним. И в нашей памяти остались только мега приятные воспоминания по старым хитам. Современные игры просто стали другими. Опять же, очень много времени уходит на разработку. Сейчас оптимальная продолжительность игры это 20 часов. А во времена второй плойки, ну часа 4-6 в основном. Конечно, были игры и по 20, как в любом поколении. Но основа именно такая. Не слишком продолжительная игру ли. Не нужно было столько деталей генерировать, а каждая индивидуальная идея приветствовалась. Но сегодня мы дошли до такого уровня, что крайне сложно удивлять людей. Я не представляю, что нужно сделать такого, чтобы геймеры стоя аплодировали какому-нибудь хиточку. И получается, что мы где-то одну-две годных игру ли за поколение от одного разработчика получить можем, и на этом все. А дальше их количество будет только сокращаться. Мы придем к тому, что выходит только одна игра. А затем и вовсе ждать придется дольше. Но чего не отнять в старых произведениях, так это свободы. Ты мог выпустить настоящую безумную игрулю, и все, что тебе могло быть за это, максимум запрет на продажу в каких-то странах. Но это что касаемо жестких каких-то моментов в игре а-ля Manhunt. Вот там была реальная жесть, игру реально блокали где только можно. Но сегодня разработчики сошли с ума, это по-другому не назвать. То, что шуточки в произведениях могут быть какими-то нежными, это поесть. Разработчики опасаются судов, как бы я полностью их понимаю. Это никому не нужно, что касаемо того, что через игры идет невероятная пропаганда, это просто трэш. DLC Horizon Forbidden West. То, что там продемонстрировано, это просто незачем. Игре этого не нужно, как и в некоторых фильмах, сериалах и так далее. Если это уместно, если легко и плавно преподнесено, где вы только больше раскрываете сюжетку, позволяете понять персонажа, то окей. Но не окей, когда вы тычете этим мне в рыло. Это самое ужасное, что может быть в произведениях, когда тебя навязывают хоть что-нибудь. И сегодня это продвижение, сами понимаете чего, а что будет завтра? Снова кто-то начнет отстаивать какие-то права, и все персонажи будут одного цвета, или мы начнем ущемлять других в угоду иным? Это чушь полнейшая, и раньше игра была другой. Если есть какая-то шутка, то ты посмеешься как положено. Разрамы ничего не опасались и просто были свободными. А сейчас эра настоящего бреда, и в этом плане игры действительно меня раздражают. Но благо это встречается не в каждом произведении, но все равно наличие подобного в играх это странная вещь. Тем более для тех ребят, которые начинали свой путь на мегадрайве или еще раньше. Касательно портативок. Вы можете говорить все что угодно, но портативный гейминг всегда был разным. Если вспомнить бородатые времена, то Game Gear это чисто портативный мастер-систем в ваших руках. Но нужно ли это геймерам? Потому что если посмотреть на Steam Deck, то это несомненно крутая солянка, состоящая из множества возможностей. Все библиотеки Steam и так далее. Но продажи у него за два года только 4 ляма округлим. Это крайне скромные цифры, и сегодняшний портативный рыночек состоит из Nintendo и портативных компов. Но чем были хороши портативные игровые консоли прошлого? Вот вышла PlayStation Portable. Она умела некоторые игры, которые выходили на PlayStation 2 и комп, запускать в портативе. Зачастую урезано, где вы могли получить полное отсутствие открытого мира. Чисто ли лесу, или прям один в один игру с PS2 или опять же ПК. Это удивляло, но такое мы раньше уже видели, если говорить про время Sega. Я считаю, что наличие в портативе всех произведений с ПК какого-нибудь это круто. Но как будто лично для меня наличие подобных игр не является основным фактором в выборе устройства. А я хотел бы получить то, за что раньше лично я хотел приобрести себе PSP. Это эксклюзивные игры. Дополнение истории к основным частям, которые выходили на ту же вторую плойку. Это Бога войны, допустим. Два эксклюзивных спин-оффа. Это был полный для меня разнос. Я смотрел на эти части Бога войны и просто понимал, что мне нужна PlayStation Portable. Но я так и не смог ее дождаться. Ибо в то время рассматривал исключительно новые игровые системы. А бабок как бы не было, я скачал себе эмулятор и там проходил эти игры впервые. Я был шокирован всем, что там происходило. Это игры по качеству, которые практически ничем оригинальной истории не уступали. Хоть и разработкой спин-оффов занималась не Santa Monica. Я считаю, что портативный гейминг настоящий. Он присутствовал крайне недолго. Потому что если посмотреть на Nintendo, то они выпускали разные геймбои там. И вот это для меня портатив, когда у нас есть и домашняя консоль, и при этом вы занимаетесь еще и портативной историей. То есть совмещаете. PSP, PS2, PS3 и Vita. А когда вышла Nintendo DS, это все. Nintendo либо полностью уходила в портатив, либо спустя время выкатывала нам домашние консоли. А Switch это гибрид, который просто совместил себе и домашний, и портативный гейминг. А я запомнил портативки как дополнение. При этом, если бы все игры PS2 были доступны на PSP, и пиха не имела собственных произведений, то она бы не получила такой крутой отдачи. Несмотря на то, что каждый чел хотел бы то, о чем здесь говорится. Но эксклюзивный контент крайне важен для портативок. Но их больше нет. Чистых портативных консолей, которые являлись бы дополнением, где была бы своя история, потому что снова Switch гибрид. А Steam Deck это у нас не консоль, а портативный ПК. Switch не портативка, а гибридное устройство. Switch не домашняя консоль, она совмещает в себе и то, и другое. Возможно, это более правильный подход, но к этому чисто все компании точно не придут. Получается, что из портативок только Switch, но он такой, 50 на 50. А портативных консолей по факту вообще больше нет, чтобы они были вот прям портатив и точка. Sony выпускает PlayStation Portal, но это просто стриминговый девайс. И портативная эпоха вообще закончилась в моем понимании. А это была классная эпоха, потрясающая эра, которая никогда больше не вернется. Но так хотелось бы, чтобы у гигантов, алия Nintendo, Microsoft и Sony, была одна домашняя основная платформа, и дополнительная портативная смурим собственного контента. Так что, как раньше, не будет. Из домашнего гейминга мы с вами остановились на второй PlayStation, и нужно идти в седьмое поколение. Вот когда наступила эра PlayStation 3, она также была разносной. Ты смотрел на эксклюзивные произведения, понимал, что у тебя здесь ждет много всего интересного. Но были ли у меня мысли о том, что с игровой индустрией уже что-то не так? Нет, у меня были настоящие мысли серьезные о том, что я играю на консоли, которая выдает мне 10 FPS. Вот именно во времена седьмого поколения я выкупил что такое FAPOS, и находился в шоке, что консоли-то на самом деле после прихода 3D перестали тянуть игры. На мегадрайве я никогда не помню, чтобы игру ли там как-то проседала, такого не было. Но может быть я просто не помню этого. Низкий FAPOS стал для меня интересной проблемой, которую я разобрал спустя много лет на этом канале. Но если нужен прям полный видос о том, что происходило с игровыми системами и почему они не тянули, я сделаю без труда. Что принесла тройка? Она показала нам серию Uncharted разное классное интерактивное произведение. И как бы вы сами понимаете, у Sony были и новые игры, и шикарное продолжение со второй плойки. То есть все окей. И переход опять же ощущался жесть как. Ты смотрел на эту картинку и понимал, что ничего ж себе какая графика, которая сегодня уже не вызывает никакого восторга. Но Next Gen реально ощущался. И видос я также завезу по этому вопросу. То есть здесь у нас соблюдены все правила консольного мира прошлого. Где тебе и жесткий, резкий графический переход. И эксклюзивная пачка игру. Правда, по любимым сериям, точнее их продолжениям, хорошо так оно сократилось. И просто посмотрите на выход GTA. Четвертая часть и пятая. Плюс DLC. Две игры и одно дополнение. Этим все сказано, потому что после пяти произведений за прошлое поколение, мы пришли к двум играм, зато у нас потянулись все механики, физики и химики даже. Также подъехал нормальный взлом, если говорить за Xbox 360. Там было все изумительно, и люди его покупали куда охотнее, чем PlayStation 3 по понятным причинам. Но позже под конец поколения тройку нормально так прошили, и она стала даже лучше в плане взлома, чем ящик. Так что эра седьмого поколения, она такая классная. Но сейчас будет первый момент, когда я начал думать о том, что у нас есть какая-то проблема. PS4. Тут у нас все хорошо в плане перехода. PlayStation 3 ничего не могла уже предложить. А тут тебе графон невероятный, геймпад совершенно другой. Но количество произведений просто сократилось на твоих глазах. Не подумайте, на четверке хватает огромного количества контента, который тебя удивляет и так далее. Просто ты уже начинаешь обращать внимание на то, что такого количества тайтлов, как это было в седьмом, на восьмом такого нет. При этом по качеству у нас все нормально. В то время я понимал, что по ходу я купил четверку слишком рано. Нужно подождать и слил ее, вернувшись на тройку. PS4 получила взлом, конечно же, на такой кривой косой и ближе к концу только. А так все поколение приходилось покупать игру ли как нужно. Романтика прошлого уже теряется, и PlayStation 4 это последняя консоль, которая, несмотря на скромный списочек произведений лично для меня. И вы поймите правильно, потому что с приходом взлома ты мог пробовать огромное количество игру. Если тебе не зашло, то ты на следующий день снова идешь на рынок и покупаешь себе произведения. А тут одна игра в месяц условно ты можешь себе позволить. И при этом желаешь получить качество и по эксклюзивам никаких вопросов нет. Но именно PS4 принесла нам выход эксклюзивного контента на компуктор, где рушится сама романтика выбора игровой системы, которая начиналась во времена 16-битных платформ. Или даже 8-ми. Но во времена 8-бит Master System никакой конкуренции не оказывал Nintendo. А тут все. Нет у тебя больше эксклюзивов, и что мы имеем? Xbox, если что, тоже все послевал на ПК, причем много раньше, чем PS4. Пропал адекватный, приятный дисковый взлом привода. Пропали эксклюзивные игру ли. При этом по графону у нас, ну такое, нормально. Сильно прям не удивляло, разве что пару игру ли. Касательно самого контента его стало еще меньше. Да, качественно, но ты проходил игру за пару дней и понимал, что все. У тебя нет больше произведений, и начинаешь по кругу в них играть. Но это эра PS4. Она очень хорошая, но у нас есть PlayStation 5. Я ни в коем случае не хочу сказать, что пятая плойка это плохая игровая система. Нет. Отличная. Но мы с вами дошли до такого прогресса, что PS4 смело могла быть. Ну и не все поколение девятое, конечно. Но как минимум его половину или даже чуть больше. Легко. Графические отличия присутствуют, но не такие сильные переходы. Просто с этим согласитесь. NX Gen представляет собой более высокое разрешение, пропаганду, слив эксклюзивного контента, где у PlayStation 5 только два эксклюзива есть на сегодняшний день, включая Spider-Man 2. Разлом появится к концу поколения, где вы сможете бесплатно игры скачивать. И это не факт. Мало того, что игры так себе выходят, так у нас еще и посредственных произведений хватало. Force Pok'n'e, Redfall'e и так далее. Да, есть хиты, но их крайне мало. Можно смело перечитать по пальцам. Все уже не то. Нет невероятного ощущения от NX Gen'a, потому что мы и так уже зашли слишком далеко. Никого ты не удивишь каплями дождя и мокрой одеждой. А вот отсутствием этого, да, будет настоящий скандал. Разрабы перестали давать так много контента. Он иногда вообще не получался, у них эксперименты также ушли. Я не знаю, ни одной игру ли, которая была бы в новом жанре, которая сочетала бы себе множество других жанров тоже. И чтобы это все выглядело индивидуально и интересно, стали делать тубо по шаблону, копируя друг у друга все, при этом ничего нового не принося. Подобное и раньше встречалось, но это сразу был провал. А тут у нас выбора как будто нет. Так что мне понятно, почему люди не желают играть. Почему они говорят, что раньше было лучше? Да потому что тебе постоянно приносили много контента. Ты мог игру купить за 2 рубля. Тебе с каждым поколением показывали нереальные графоны возможности. То, чего на прошлом ты никак бы не получил. Но смотря на сегодняшнюю игру, я понимаю, что это все было на PlayStation 4, за исключением мега быстрых загрузок. Я просто хочу сказать, что как раньше, уже не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!